Добрый вечер! Я сегодня на своем любимом курсе атмосферный свет. Почему я так говорю в любимый курс? Потому что у меня нет приоритетов. Я одинаково люблю масло и пастель и акварель. Я не могу их разделить. Каждый материал в свое время на своем месте. Если я иду на какой-то быстрый клинер или мне надо что-то сделать по-быстрому и интересному. Бывают такие занятия, когда из них надо сделать для людей шоу, я беру пастель. Если я хочу какой-то романтический пейзаж либо натюрморт, я обязательно буду брать акварель. И если я делаю большую работу, не то чтобы она была ответственная работа. Большая работа просто. Конечно, акварель не под силу даже в раму затолкать со стеклом и со всеми делами. Плюс плотность цвета должна быть. Выставочная работа. Я беру масло. Примерно такое масло, которое вы видите сзади меня. Это сирен в моей технике. Ну, в общем, так. А вот что объединяет это все? Объединяет эти все вещи атмосферный свет. Я так хорошо понимаю тех, кто его нам открывал, первооткрыватели атмосферный свет. Это, конечно же, были компрессионисты. Именно им можно сказать большое спасибо. Хотя до них был русский художник Брилов и его учитель Бруни. И все они делали прекрасные работы в этом плане. Как вы понимаете, Брилов и Бруни, они опередили импрессионистов на 100 лет. Но они делали эти работы более филигранно. Они делали эти работы более устойчивыми. И хотя они делали очень много акварели, тогда акварель просто расцвела пышным цветом. В то время очень много было сделано пастельных работ. Но пастель в основном занимала «Кабинетный портрет», «Кабинетное искусство». Очень модно было пастель. Не было того, как бы тех масляных работ, которые были для атмосферного света. И акварель, мастера, а расцветшей пышным пышным цветом, она не давала вот эту очень большую яркость, что ли. Очень глубоких теней. Она была сдержанная. Иначе говоря, мастера, мастера акварели, такие как Брилов. И у нас есть украинский художник Шевченко. Его часто считают поэтом, но он все же по образованию был художником. Плюс он был академиком в Академии художеств. То есть это не просто художник, а заслуженный художник по нынешние времена. Он тоже работал очень много в акварели. Кстати, его попытки работать с атмосферным светом – это очень интересные попытки, очень интересные разработки. Если вы наберете в интернете, вы найдете его картины и сами почувствуете, как этот художник рисовал, например. Ну, сон молодой девушки, сон старухи. То есть иначе в темной комнате нарисован вот этот сон, такой малевый. Это всегда очень сложно. Задача – это сверхзадача. Он рисовал пленерную композицию фигуративную в саду. Вот такой украинский сад, вот там люди стоят – один, два, три. И он тоже ставил вот эти задачи пленарного характера. Просто те же задачи, наверное, ставил Брюлов. Ну вот пришло время, когда как бы все наелись такой гладкой живописью, без очень больших эмоций, без крепкого какого-то, знаете, словца. Ну, в живописи, конечно. Пришли импрессионисты, и они стали работать жестче. Аргументирование с цветом, то есть брали откровенный цвет и упили им по бумаге, картону, холсту, разными материалами. Один из любимых материалов у них был пастель. Они очень много сделали маслом и чуть меньше акварелью. И все это было уже как бы более эмоционально. Но за всем этим всегда уже у импрессионистов стоял атмосферный цвет. А после импрессионистов, то есть пост-импрессионисты, они еще больше пользовались в своих, казалось бы, чуть-чуть декоративных работах атмосферным цветом. И вот сегодня, насколько моих сил хватит, и насколько нам время позволит, я бы хотел вам дать пример не столько написания натюрморта как такового. Мы напишем в любое время. Мы объявим мастер-класс по пастели, акварели, вы сойдетесь и сделаем хороший мастер-класс, и все без проблем. Но мне бы хотелось как бы принципы показать работы в атмосферном свете. Принцип – это всегда важнее самого задания. Принцип работы – это проникновение в душу предмета. И только, скажем, хороший ученик понимает, о чем идет речь. Вы можете сколько угодно скопировать художника, но вы никогда не проникнете в его душу. А это значит, что он думал, когда он писал это, что подтолкнуло его написать это. И вот эти вещи, они основополагают нам эту работу. И нам не надо в это проникать. Нам надо формировать собственный мир, чтобы сделать картины, чтобы проникнуть желаний к нам, в наш мир. Сегодня акварель. Акварель – неудержимая краска, неуемная, строптивая. Я на многих вебинарах рассказываю людям, для чего дают детям раскраски. Раскраска – это не для того, чтобы он красил там зеленым, красным, то иначе говоря, пачкал руки и пачкал бумагу. Там линии есть. И ребенок, воспитывая прежде всего свою маленькую ручку и глазик, он учится держать край. Вот эта линия пограничная, это есть край, до которого можно дойти, а дальше зазь. Там другой цвет и другой свет. И вот эти вещи, разделяющие границы, умные родители должны объяснить маленькому существу, для того, чтобы из него выросло, ну, скажем, что-то такое путнее в искусстве, понимаешь. Ребеночку нужно сказать, вот эта линия, до которой зеленый цвет доходит, а дальше нельзя. А вот с этой линии он может дойти, но смешаться уже с этим цветом. Но на ранних этапах его детского развития ребенку лучше об этом не знать, что там смешается цвет. Лучше лаконичным цветом доходить до этих вещей и как в пастели делать точным цветом уже как бы окончательно. Потом придет у него в ручки его маленький акварель, когда он увидит, что все цвета невероятно смешиваются. И за счет вот этого смешения достигаются невероятные ну вещи. Красота невероятная. Поэтому, так как у нас с вами акварель, я проболтался, что надо бы сделать красоту. Я не думаю, что у нас будет какой-то особенный натюрморт, и цель такую я не ставлю, но цель у нас одна. натюрморт должен быть с учетом атмосферного цвета. Атмосферный свет, то есть тот свет, который вокруг, он должен повлиять на ваш натюрморт. Как это будет сделано, мы сейчас с вами проделаем такой небольшой путь, маленько экскурс, маленько разговора, много попишем, и если у меня останется время, я еще приготовил маленько подарок. Не подарок, как мастер-класс подарил и встал и ушел, а подарок мы вместе еще поработаем. Что нам для этого надо? Для первого начало это вода, карандаши, кисточки. Иначе говоря, я сейчас все это начну выставлять. а два, они они , они Продолжение следует...